Всем привет и добро пожаловать в игру Life to Survive, оставленный выживать. Городской центр уровня 52 завершён. Что по зданиям? У нас получается оружейный уровень 51, Эми 45, Фабрик 51, Фермос 48, Зенитка 49, Вертолётный ополтинник, Пулемётная башня просто так вообще, без каких-либо уровней. Ну, может быть потому, что у меня просто вообще пулемётной башни нет. Тут, кстати, как-то забавно сделано так, что вот этот спрайт Зенитки, он проезжает поверх картинки с базой, а вот Зенитка проезжает под картинкой базы. То есть, грубо говоря, косяки какие-то в игре есть. Плюс открытие новой возможности, открытые новые возможности тоже под этим зданием. То есть, по идее, оно должно было бы быть внизу, но как-то вот оно немножечко, может быть, на один-два слоя вверх залезло. Зенитка тоже вон там пролезает, как-то прорезает. Зенитку просто вообще прорезает эта картинка. Ну да ладно, уйдём от этих графических вообще глюков и багов. Смотрим дальше. Танкер, хранилище, нефтяная вышка. Я не понимаю, почему вообще такой уровень разный. Там 47, 50, 51, да? То есть, 45. В чём вообще причина? Ну, не знаю. Ладно, пошли. У нас, оказывается, был вчера какой-то ещё код подарочный, но я его не активировал. И, возможно, кто-то из вас его тоже не активировал, поэтому здесь он тоже на самом деле будет. Вот, наверное, мы с него и начнём, да? Сейчас откроем сначала... Какие у нас тут бесплатные ящики есть, да? Раз. И пойдём открывать, наверное... Два ускорения, это всегда приятно. И пойдём, наверное, открывать, собственно, код подарочный, который у нас следующий. AP 87 HN 56 AR 87 NN 56 Забираем нашу изоленту и эволюционные детали винтовки. Пустячок, а приятно, пригодится. Сейчас пока заберём квесты. И потом заберём ещё награды за наш нормальный код. Так, продвинулись ещё на одну, да? Позицию. Хорошо. Хорошо. Турниры до окончания. Так, награды забрать. Координаты простые. День труда, ничего нету. И здесь турнир. Так, пока он там обновился, соответственно, разочек, как минимум, сюда загляну. А потом дальше посмотрим, что дальше будем делать. Так, сначала сюда. Сначала сюда. Немножко с другой стороны зашли. Ну, в общем-то, хорошо. Как они обходят-то вообще с разных сторон, да? Молодцы какие. Разработчики постарались. Сделали так, чтобы было не очень вообще легко с ними. Чтобы они хоть какой-то урон наносили. Особенно если у вас, например, сложность высокая. Из-за городского центра, уровня городского центра и так далее, то вам придётся туго на самом деле. Ну, давай тебе хэдшот. Получилось. Класс. Даже хэдшот получился. Голова твоя токсичная. Давай, разлетайся. А мы пойдём дальше. Ещё токсик, да? Нам как-то не сильно страшно. У нас пулемёт. А вот так вот. А теперь токсика. Пока он никого не подзарядил. Всё, все уже вылезают. Там не заряжены. Нормально. А тут заряжены у нас идут, да? Куда ты побежал? Куда такой резвый? Отлично. Так, ну что ж. С этими со всеми разобрались. Это хорошо. Плюс сейчас активируем код. У нас будет, в принципе, два кубика. Так, магазин. А что у нас тут в магазине? А в магазине у нас тут есть вот предложение. Хорошо. Забрали и продали. Перчатки. Перчатки. Забрали и продали. Продали и забыли. Зашли в предложение. И промокод у нас, собственно, нормальный, обычный, пятничный. КВ-8М-96М3. КВ-8М-96М3. Отлично. Забрали. Кость есть игральная. Собственно, аптечки. Золото и гранаты. Могли бы, конечно, хотя бы пару костей дать, да? Игральных там. Но они одну как-то зажмотились. А что у нас по по улучшениям? По улучшениям, в принципе, я могу, наверное, что-то, что быстро улучшается, улучшить. Что у нас вообще? Бросаем игральные кости и смотрим, что у нас по дню труда. Один. Отлично. Шикарно. Три. Окей. Ничего хорошего. Забрать награды и убраться отсюда. Открыть мод. Посмотреть, что опознать, не опознать. Так, синенький. Ну, ладно. Пусть будет, да? Что у нас по дню труда, на самом деле, творится? Войти. Этапы. Так, но здесь много. Вот у меня в мобильной версии там осталось всего-навсего одну башню проапгрейдить на 500 и будет, будут, собственно, 100 улучшений, будет награда. А вот здесь, к сожалению, нужно долго еще возиться. У нас два дня практически осталось, да? Надо улучшать что-нибудь такое, что, в принципе, недолго улучшается. Для этого мне нужно, как минимум, немножечко ресурсов. Желательно на... Так, 29 я полетаю. На 29 я полетаю. Потому что такая халява мне не часто выпадает. Но надо на самом деле проапгрейдить вертолетную площадку и тогда будет все поинтереснее. Как она не успела выстрелить, я не понимаю, но мне повезло. Улетай! Улетай! Так. Обмен ракетами произошел. Ну и теперь пулеметная башня, вертолетная площадка, ракетница, эми, первая, вторая. И вот так вот, да? Все. Без перегревов обошлись. Не такой уж и жаркий бой, чтобы перегреваться. Отлично. Так, 29 забрали. Интересно, что-нибудь можно уже улучшить или нет. На всякий случай, наверное, еще разочек сюда слетаю. Заберу какие-нибудь награды. Мне, в принципе, это сейчас не очень критично, потому что ГЦ я уже проапгрейдил. На следующий уровень его нельзя апгрейдить, поэтому, в принципе, можно даже по 20-18, если будут какие-то на автопрохождении награды, забрать их и, в принципе, какую-нибудь вышку начать апгрейдить. Этого уже будет достаточно. Просто летать не хотелось, там 24 было. Все время летать надо. Сейчас, на самом деле, проблема такая. Так, ну здесь будет сложно, но попробовать можно. Попробовать можно, почему нет? Заодно как раз посмотрим, что за база такая вообще, насколько она хороша. Но это вам на заметку. Я как-то особо сильно не вдаюсь в подробности этого дела. О, как, слушайте, а как быстро как быстро ракеты летят. Я просто даже не успел нажать кнопку и выпустить ракеты. Да, неприятно. Я выпустил ее впустую. Так, где у нас ракетница? Вот так вот. убираемся отсюда вообще. Да, все плохо. Я не могу никак его достать. Все. Да, разнесли меня хорошо, на самом деле, но во-первых, я проглупил с первой, точнее, на второй земле, когда я промахнулся антиракетой. И плюс как-то вообще из вышек очень-очень хорошо они улетели. Защитники тоже молодцы. Они были за зданиями. Я просто не мог их достать. То есть это вот это самый неприятный момент, когда вы не достаете. Понятное дело, то есть база была сильная, это все хорошо, ожидаемо, но имеется в виду, что когда вот защитники прячутся за зданиями и вы не можете их достать, это самый неприятный момент, потому что они не в тайминг, они в разные тайминги кидают ракеты, что ракетная башня, что защитник. И, соответственно, вы не можете, грубо говоря, увезти ракетами сразу и те, и другие. Вы выбираете либо то, либо другое. Ну, 25, ладно, заберу, пролетая. Это не человек, это обычный бот, поэтому тут легко. Но тут еще такой нюанс, сейчас на самом деле неприятные базы подкидывают, потому что нужно после апгрейда городского центра в обязательном порядке нужно срочно апгрейдить вертолетную площадку. Если этого не сделать, то будут минимальные ресурсы попадаться и, собственно, будут попадаться довольно-таки сложные базы. А смотрите, она сейчас не будет его хилить, да? Она не хили... А, не, отхилила, отхилила. Я просто подождал, отхилит она пулеметную вышку или нет. Да, отхилила. Она, то есть, грубо говоря, сначала отхилила своими вышки в первую очередь, а потом начала уже хилить пулеметные вышки. Здесь не страшно, здесь они меня не разнесут. Это лайтовая база. На самом деле, на той базе тоже можно было выстоять, если бы не пару косяков, которые я допустил. Но, опять-таки, вам на заметку. уводить ракеты, уничтожать эми-вышки просто вообще моментально, потому что эми-вышки, они портят все. Когда сильные базы, сильные башни, эми-вышки портят все. Слушайте, а я не могу ничего улучшить все равно, то есть, пока мне не хватает все равно, не хватает. Причем, я так полагаю, довольно-таки много не хватает, то есть, там они где-то по 80, по 100, да. А на автопрохождении хороших ресурсов у меня сейчас просто не будет, пока я не 26. Пока я не улучшу вертолетную площадку. Сейчас посмотрим, просто что откроется и что можно будет улучшить с минимальными затратами по времени, потому что у меня нету ускорений. Перегрев, да, ну ладно. перегрев так перегрев. Вот эми башни это прям вообще максимально быстро должны уничтожаться, особенно если там зенитки, ракетницы. Да, 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 промахнулся, и тут промахнулся, и там промахнулся. Ну, спешу, и в принципе так, с ошибками играю. Ничего страшного. Это не турнир, вылететь мы не можем, награды все равно получим одни и те же, плюс-минус, поэтому... Так, ну вот теперь у нас есть улучшение 26, 26, 23, окей, все хорошо. Уничтожим, улучшаем ее, и там у нас еще останется день в запасе на пару таких башен, собственно, что, в общем-то, нам на руку, потому что вполне возможно, если будут какие-то еще улучшайзеры и ускорители, то вполне возможно что-то еще может произойти, потому что нам нужно одну башню на 400 и две на 500. Вот это уже, конечно, сложно, но кто знает, кто знает. Может какие-нибудь там выпадут ускорения. Так, не сюда, мы идем в турнир. Как раз по поводу ускорения, может быть что-то там в турнире из наград появится, может еще из сундуков повпадает. Давайте дальше, паучки резвые. Снова пауки, да, у нас будут. Долго, долго они не спавнятся. Хорошо. Кто еще остался? Отлично. И тут сразу перезарядка. Хорошо, что она наступила, пока не вдали. Когда они так хаотично бегают, трудно хэдшотами сносить. кто следующий? А, летающий, да? Но вот это, кстати, очень неприятно, когда у вас слабое оружие. Когда у вас с оружием нормально все, то это уже не составляет никакого труда. Отлично, все. Этап пройден, идем на следующий. Кости, книжки, деньжата. Быстренько, быстренько, идем на следующий и, собственно, потом бросим все три кости. Может быть, что-нибудь приятное получится. О, и ты здесь, братишка. Ну, ладно. Занесло куда тебя? Аж в Египет. Ой, упал. Ой, еще один. Прикольно. Ну, хорошо, хорошо, на самом деле, что есть такие улучшайзеры в плане суперзомбиков. Это прям приятно. Чем сложнее, тем лучше, тем интереснее. А я думал, он туда на лампу прыгнет. А он не захотел. Давай, Ануби, свали отсюда. Так, побыстрее со всеми разобраться, чтобы идти дальше. Ну и пулеметиком, давайте, подровняем вас всех. Отлично, все, хватило на всех. Здорово. Быстренько прошли и пошли на следующий уровень. Две игральные кости. Сейчас будет третья. Как кинем все три по шесть и заберем максимальное количество наград. Не надо, не надо тут, вот, падай назад. У нас и без тебя тут веселье. Зомбики вон там один за другим вылезают. Можно, конечно, вообще пулеметом поаккуратнее работать, тогда зарядов будет огромное количество. Давайте, кто, кто там еще остался, вылезайте из оазиса. Хотя, это не оазис, да, потому что воды-то нету. Пустыня, пустыня. Могли бы озеро какое-нибудь нарисовать немножечко. Жарко, все-таки пить охота. Так, кто еще остался? Ага, ну, давай, до свидания. Ты, ты и вы все. Отлично. Аладина завалили и прошли этап. Игровая доска бросить. Пять. Красота. три ускорения. Два. Не красота. Шесть. Ну ладно, хоть так, да? Хоть так, в принципе. Что у нас там будет? У нас там будет ящик один скоро, да? И, в принципе, да, вот ускорения будут еще не скоро. И там ускорения, но это надо прям действительно четыре кубика по шестнадцать все выбросить. Ну, или как минимум по пять. Ладно. Тогда заберем просто... Ага, ускорение. Хорошо, спасибо. Мод ненужный. Квест. Открыть ящик. Так, у нас здесь выиграть ПВП, завершить экспедицию. А почему нету БК? Почему нету задания на БК? Навыки, уровень серии варди-зомби. Так, хорошо. Битва кланов. А мы проигрываем. У нас тут серьезный, я так полагаю, клан, серьезные команды. Ничего не могу атаковать, потому что здесь мотель еще остался. Ага, мотель довольно-таки серьезный, но шанс маленький есть. Маленький шанс есть. Малюсенький такой. Ну, подгружайте, подгружайте, посмотрим, какие у нас тут шансы. Так, 40, 38, вот Лана хороша. А где она? Так, это не Лана. Лана вот тут вот. Ну, давайте тогда с этим разбираться, мне нужна дополнительная сила, подмога. Окей. Нам нужна подмога. Отлично, вот нам нужна подмога, все, хорошо. Теперь все силы на Лану. Все силы на Лану. Все силы на Лану. очищаем путь нашим героям. Все, отлично. Быстро, достаточно быстро забрался, даже дополнительные очки заработал. В принципе, хорошо. Немножечко продвинул нашу команду подальше. Так, ну, вот это, в принципе, неплохо. А я думаю, что можно вот ее попробовать атаковать, потому что она, в принципе, довольно-таки серьезная. Здесь дальше полегче. Хотя, тут опять Лана двадцатка, да? Опа-па-па-па, даже не знаю кого. Ну, вот это вот легко будет. Оставим, это тоже будет легко. Тут вариант либо вот это вот, наверное, атаковать. Раз, два и три, да? Я думаю, что, вот это вот атакуем и посмотрим, что из этого выйдет. Так, 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 поменять героев-то нам надо выбрать и поменять. Вот так вот, да, отлично. Все хорошо, пошли, попробуем со всеми разобраться. Ну, давайте вот сюда, да? Огонь на нее действует, это хорошо. Она сильная, надо с ней разбираться в первую очередь. Она еще как-то так постоянно елозит. Вылезла, убралась, вылезла, убралась, вылезла, убралась. То есть, у нее такая стратегия, но там до свидания. Давай, до свидания. Отлично. И вот эту все. Ну, в общем, оказалось, что не такая сильная команда. Я даже 115 дополнительных баллов заработал. Вообще шикарно, по-моему. Ну, что ж, хорошо, давайте, ребят, что, залетайте сюда, атакуйте. Я, может быть, даже вам помогу сейчас какой-нибудь вот с этой командой. Раз и два. Может быть, даже получится. У меня здесь огня, к сожалению, нету, но здесь есть, по-моему, у него усиление или... Ой, а она почему раздета? Ладно. Так, вроде усиления, да? А, уменьшение урона. Ну, пока живем, пока держимся, пока живем. давай я тебе помогу с ней разобраться, чтобы она сверху нас не поливала. Так, она промазала, не туда кинула. Все, отлично, теперь у нас будет больше шансов с этой разобраться. нехорошо, она прячется, мой герой, по-моему, туда не может стрелять. Ну, отлично, все. Неплохо, неплохо, даже с бонусами. Неожиданно, но даже с бонусами. Хорошо. Так, у нас остался один довольно-таки, ну, несерьезный, но нормальный, такой, мне туда суваться сейчас нельзя. Вот это вот более-менее норм и слабенькая, команда, давай, давайте-ка в слабенькую зайдем еще разочек и посмотрим опять-таки, что из этого получится. Надеюсь, получится что-нибудь более-менее вменяемое, как все три предыдущих боя. Он у нас вроде слабый и причем даже у него защита от попаданий в голову, что неприятно, то есть надо только в туловище стрелять. Мне кажется, тогда Лану надо добивать. Отлично, она съела гранату. Окей, ничего страшного. Все, до свидания, Лана. А теперь у нас остался один-единственный. Отлично. Отлично. Мне кажется, все будет хорошо. Отлично. Пока-пока-пока все хорошо. Перезарядка не кстати. Ну ладно. Карина помогла добить его. Тут уже бонус меньше, но зато мы продвинули нашу команду дальше. Осталось всего два незамысловатых игрока и можно будет продвинуться еще дальше. Что ж, выигрывайте матч пвп. А, то есть, да, я забыл, что быка засчитывается как пвп, и соответственно они вот сюда вот тоже засчитываются, поэтому в принципе надо, надо заходить в быка, особенно если вы можете выиграть, завершить экспедиции, наград за золото, это все будем выполнять чуть позже. Заберем пока награды, гранаты. Хорошо, что у нас здесь, что-нибудь... А, просто апгрейд, окей, щит сделаем, броник. И можно немножечко подогнать, ускорить апгрейд башни и больше в принципе сделать пока ничего толком нельзя. Это у нас на что? Дробовик, да? Ну давайте возьмем. Сделаем вот так вот и сделаем вот так вот. Магазин клана, мы все потратили, все, что можно было. И плюс оружие, сейчас можно на самом деле улучшать оружие, поэтому пулемет пошел на улучшение. Темп стрельбы пригодится. перезарядка тоже. Магазин. Ну давайте раз пулемет делаем, то улучшаем максимально. А следующим у нас будет снайперка, наверное, на улучшение. темп стрельбы, перезарядка. Но пусть будет в принципе перезарядка, а потом уже сделаю урон, когда заработаю чуть больше монеток, сделаю уже урон, темп стрельбы, ну и так далее. То есть перезарядка в настоящий момент тоже актуальна. Пусть на немножечко, но ускорится. Что ж, вот такие вот дела у нас на базе творятся. ГЦ 52 уровня, оружие все апгрейдится, башни апгрейдятся, турнир вполне возможно не успею забрать, но шансы все-таки еще есть, потому что у нас есть небольшие награды, здесь пока будет апгрейдиться восстановление, энергия восстанавливаться, собственно, можно будет еще поиграть, бросить кости, причем даже может быть два раза до окончания собственно турнира дня труда, день 21 1 час, то есть, грубо говоря, за 12 часов здесь апгрейдятся кости, точнее энергия, забираем, бросаем кости, опять 12 часов апгрейдятся, то есть, грубо говоря, три раза, наверное, можно, если заходить в игру, не зевать, то три раза, наверное, можно забрать по 4 броска, ну и, собственно, получить определенное количество наград, сундучков и ускорений, которые помогут немножечко продвинуться в дне труда и если повезет, собственно, тогда может быть даже забрать награды. Хорошо, здесь у нас сколько нужно энергии, а нужно, точнее, силы, нужно много очков силы базы, еще где-то, наверное, 12 или там 15 разных улучшений на разные башни, то есть, еще долго, довольно-таки долго, до следующего улучшения городского центра. И на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Код будет действовать у нас до 5 февраля, несколько дней, так что успейте его забрать. Код, который был специальный код, он, по идее, действует 24 часа и, скорее всего, может быть, даже уже закончит скоро свое действие, так что не отчаивайтесь, кто не успел его ввести и не получил эти награды, ничего страшного, они еще будут. Просто как-то странно, что вчера я не видел этого кода, хотя я смотрел сообщение, информацию от разрабов, но почему-то этот код пролетел мимо меня, но ничего страшного. И на этом данное видео завершается, всем огромное спасибо, кто зашел, отметился, поставил лайк и до следующих видео или стримов, что будет быстрее всем пока.